Счастливые люди ходят по утрам за пивом или шампанским, если его нет дома. Я же пошел в этот раз не за шампанским. Кассиры на кассах, наверное, больше любят безналичный расчет. Я же олдскул, поэтому сначала банкомат, потом вот такие вот бумажки, например, такие можно снять. Но только с такими желательно не ходить. Ходить лучше с ровненьким счетом. В моем случае было окончание на 12. И дал я 12 рублей монетами. 1 рубль, 1 рубль и 10 рублей. 10 рублей была очень блестящая. Я ее со скрипом души, можно сказать, отдал. Зато в следующем магазине мне сдачу дали как раз в соточке. Вот такую десяточку. И за такую десяточку, пожалуйста, вот, да, уточним, что она непростая. Это Нарафа-Минск. За такую десяточку можно блестящую-то свою обычную и отдать. А теперь о культуре общения. В билле культура общения, конечно, слабоватая. Особенно у охранников. Но, наверное, не у всех и не во всех биллах. В пятерочках еще подтянули культуру. Подтянули и у кассиров, и не только. Приятно? Приятно. Сначала нужно посмотреть цены по всем сетям. И затем выбрать, где же поинтереснее купить. И при этом наше пиво, наше пиво Тиля Линдемана, хоть и не светлое, а темное, оказалось не в пятерочке и не в билле, а в другой сети. Вот оно, темное. Если кто не понимает, о чем речь, один из лучших производителей пива. И, наверное, лучший в Тверской области. Наверное, один из лучших, я бы сказал, в Центральной России, если это так можно назвать. У Тиля Линдемана в Инстаграме, когда он пил в Питере около Исаакиевского собора, было светлое. Здесь же темное. Второй же экземпляр. Экспериментальное. Стоимость его может различаться в 50%. Ну, к примеру, 100 рублей и 150. Понимаете, да, о чем речь? И в России это норма. Не только на пиво, а в принципе на абсолютно все. Нет фиксированных цен. Сам бери, изучай. Некоторые это делают через какие-то приложения. Повторюсь, я outskool, и приложение мне не по душе. Ну, а еще одно пиво. Мне продала женщина, которая сказала, масочку, пожалуйста, поинтенсивнее так одеваем, натягиваем. Совершеннолетие имеется. Я называю годики свои. Говорю, знаете, даже чек не буду брать, чтобы вам было поспокойнее. Итого, что мы имеем. Мы имеем на завтрак великолепных три напитка, которые будут выпиты, наверное, конечно, не утром, а все-таки в течение дня. Рекомендую ли я пить пиво? Конечно, нет. Рекомендую ли я пить пиво, если уж пить, то афанасить? Конечно, нет. Это все вы сами делаете. Здесь же сказ был о том, как я ходил с утреца и под заправку буду совершать. Субтитры сделал DimaTorzok